Но все вместе взятое может выразить величие того момента, когда наша горизонталь, наша суетная и вполне себе проклятая нами самими за наше отступление грехами нашими в жизнь, была просто пронзенной любовью Божьей, вестью о Рождестве от всего сердца, всех вас. Ангелы сказали тогда, что это радость, которую возвещаем вам, и она будет всем людям от всего сердца с Рождеством Христовым. Бог любит людей, Бог прощает грешников, Бог ждет добрых перемен в каждом из нас через своего сына. Еще и еще раз с Рождеством всех, с Рождеством Христовым. На Украине говорят, Христос народ и все. А відповидают слави моего. Западенцы спорят с нами, если на востоке слави мою, чи слави мою. Но это как байду, байдуже подходит. Байдуже, но все равно. Это не дуже, дуже байдуже. Христос народ и все. С Рождеством! С Рождеством! Конечно, мне хотелось бы чуть-чуть новостей, прежде чем я поделюсь проповедью. Звук, 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 звук. Рождественская история Чарльза Диккенса Начнем с того, что Марли был мертв. Удивительное приключение мы имели с моими сыновьями и дочками в канун Рождества. На протяжении нескольких дней мы садились вечером, открывали томик Диккенса и читали рождественскую историю, знаменитую рождественскую историю. Я уже упоминал о ней в этом году в одной из проповедей. Для тех, кто не был в этом служении, напомню. Чарльз Диккенс, тогда безызвестный автор, публикации которого особо никто не брал. И как литератор он уже ничего не мог заработать. У него большая семья, которую нечем прокормить. И от отчаяния он вставал и бродил ночами по своему городу. И чем больше он это делал, тем больше он видел нищеты, бедности и в то же время веры, радости у людей, которые, казалось бы, имеют достаточно скудную жизнь. Он видел свой город изнутри. И там, в ночных лондонских улочках, в нем зарождалось желание написать что-то, что могло бы коснуться сердец и привести к переменам в его городе, его стране. И однажды родилась мечта написать рождественскую историю. Сказка, казалось бы, сказка о Рождестве. Но историки, литераторы, социологи говорят, что одна это сказка о Рождестве. То есть, просто пересказ рождественской вести о Ибисусе для деток, сказка только лишь о Рождестве, повлияла на его страну, привела к взрыву благотворительности, к огромным пожертвам, к изменению социальной структуры, подняла целую волну доброты и гуманности. И это только лишь сказочка о Рождестве. Само Рождество стало причиной стольких, стольких перемен. Я позволю себе взять аллегории сегодня, эту рождественскую историю Диккенса и кое-что вам попытаться передать через это. Я новостич, и я наряду с пастырским служением, я имею ответственность за информационный проект «Другая перспектива». Я являюсь редактором проекта, и для меня также это моя работа, работа с новостями. Одна из моих ответственностей – это постоянно смотреть на ленту новостей, выискивая что-то важное. Позвольте открыть вам кухню новостейщиков. Это происходит по всему миру. Десятки, сотни, тысячи редакторов сидят в своих офисах, и у них перед моих мониторами идет новостейная лента. В крупных информационных агентствах в каждую минуту появляются десятки новостей. И обычно это скучные новости. Обычно редактора и их помощники сидят, попивают чаек, смотрят на дисплей и их просто пропускают. Эти новости задерживаются на какую-то секундочку и улетают дальше. Но иногда случается нечто, когда редактор отставляет чашечку с кофе и говорит, оп, интересно, это интересно. Ставит знак важности, откладывает эту новость, берет ее быстренько на свою новостейную ленту с информационных агентств, зовет кого-то из помощников, говорит, а ну-ка давай комментарии к ней добудь, прозвони туда, узнаю того, пусть кто-то выскажется на эту тему. То есть что-то важное. Скажу откровенно, немного важных новостей. Я делаю еженедельный проект, и мне за неделю нужно выбрать пять новостей. И это как-то ни странно, не так просто. И иногда ты смотришь на прошедшую неделю, и ты понимаешь, что серьезных новостей, которые стоило бы обсудить в нашей телепрограмме на 160 стран мира транслирующихся, не так уж и много. Но иногда случаются важные новости. И тогда, как только она появляется, переполох в офисах у информационщиков, сбегаются сотрудники, прибегают главные редактора, тут же десятки телефонов, тут же это выкладывается на телетайпы, пошли на другие сайты, тут же проверяется, уточняется, расширяется, дополняется новость, что-то важное случилось. Позвольте сказать о Рождестве, используя аллегорию новостейщика. Рождество – это новость новостей. Если бы мне позволено было представить весь этот мир и всю историю человечества, видя большой редакторской такой вот кухни, и по которой идет вся история мира перед глазами, и вдруг всплывает весть. Вот эта весть. И сказал им ангел, не бойтесь, уже прочитанное сегодня из Евангелия, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость. Великую радость. Не просто добрая весть, не просто временная весть, не просто имеющее значение где-то для кого-то конкретно, я возвещаю вам великую радость, радость. Которая будет всем людям. У меня есть новость. Напоминаю, что Евангелие означает добрая новость. У меня есть очень добрая новость, говорят ангелы, у нас есть великая новость. И эта новость будет открыта для всех людей. И эта радость будет дана всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом спаситель. В городе Давидовом, где веками, веками говорили, Бог что-то сделает, чтобы спасти людей от грехов. Столетиями пророки отдавали жизнь свою, повторяя, придет тот, кто спасет народы. И вот ты сидишь у телетайпа, и новости мироздания идут перед тобой. Кто-то родился, кто-то умер, что-то случилось. Что-то, иногда что-то важно, и вдруг, и вдруг весть о Рождестве. Позвольте заявить, что Рождество – это самое важное и самая светлая новость в мировой истории. Это не одна из новостей. Это первый ряд новостей за историю мира. Первая тройка новостей. Он родился, Он прошел по земле, Он умер на кресте, безусловно, в тройке новостей мира, и это есть. Он умер за твои и мои грехи, Он расплатился за грехи людей. И, конечно, умопомрачительная новость. Он воскрес на третий день. Он жив и царствует вечно. И мы все придем и будем стоять перед Ним. И благодаря тому, что Он сделал, получая милость, это действительно новость. Нет большей новости. Есть важные и менее важные, настоящих важных новостей немного. Есть те, из которых люди делают важные. В этом году одна из новостей, которая занимала целые три дня, русскоязычные языки о Рождестве. У Филиппа Яковлова родилась суррогатная, дочь от суррогатной матери. Три дня об этом писали газеты. Не совсем пойму, что с мужиком не так, что суррогатная мать, зачем-то вдруг в конце света родилась суррогатная мать. Но это три дня об этом говорили и уже забыли, и больше не будут вспоминать. Были важные новости в этом году. Кто-то важный рождался, а кто-то важный умирал. Смерть Стива Джобсона. Конечно, одна из важных новостей есть очень важные новости. Конечно, но пройдет короткое время, и немногие будут вспоминать об этом. Две тысячи лет назад небеса открылись, и новость до всех веков. Новость, одна из самых главных новостей в мировой истории. Прошли столетия, а об этом опять говорят, об этом опять пишут. Она вновь в центре бумаги. Новость новостей. Новости бывают светлые, бывают темные. 22 июня. Работают все радиостанции Советского Союза. Сегодня в 4 часа утра враг пересек границу, вероломно напав. Конечно, это была страшная темная новость. За ней последовала страшная война. Миллионы жертв. Это была темная новость. Бывали и светлые на этой зиме. Новость о победе. Я слышал из уст моих дедов, моих отцов, новость о победе. О том, что война закончена. И, конечно, это был очень светлый день. Мы могли видеть с вами хроник. Мы могли слушать истории наших родных. Это был светлый день. Но новость о рождении Иисуса, о Его смерти и воскресении, эта новость настолько светлая. Это победа всем победам. Отношение к Рождеству – это тест наших сердец. Скрудж, главный герой Диккенса, ненавидел Рождество. Что он улыбит, отковит небеса, от рода бога и отца не сходит в ангел. Да. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Произносит он с ненавистью в адрес тех, кто веселится. Он ненавидит Рождество. И, как ему кажется, он имеет на это основание. Рождество – это тест. Это лакмус. Это определитель выбора наших сердец. Бог отдал Сына. Если это не вызывает у тебя благодарности, Если думай об этом, тебя не цепляет, то дело дрянь с тобой Если весть о том, что ради твоего спасения Творец Вселенной пришел на крест, отдав своего Сына Если она тебя не захватывает, плохо дело Это значит, что Скрудж вполне себе завладел тобой Омерзительный персонаж описывается в этом произведении Брюзга, ненавидящий Рождество, который проклинает все вокруг весь мир Но что-то случается с ним в Рождественскую ночь С вестью о Рождестве ожесточенно и яростно сражались и сражались Скрудж противостоит вести о Рождестве Знаете, многие новости, они раздражают людей Особенно царьков, царей Мы все по себе немножко царствовать хотим И пару лет назад моя рождественская проповедь называлась подкоп под наше самодержавие Самодержавие, автократия, я сам по себе Что мне Бог, Он мне не указ, я сам по себе Рождество совершило подкоп под такую позицию Есть новости, когда какое-то информационное агентство публикует что-то, что не нравится царям Это недавно одно агентство напечатало пару лет назад Написало статью, проанализировало, что у мистера Путина не видно его жены рядом Но нет, уже несколько лет, жена как-то, ее никто не видит вообще Более того, они опубликовали материалы о том, что есть некая дамочка С которой Путин и там, и там, и там, он все время тут На следующее утро в эту редакцию пришли вполне себе слуги Ирода В масках, и редакция прекратила свое существование С многими новостями борются Те, кого они тревожат Они сражаются с новостями В Луганске в этом году один подонок, сын депутата Верховной Рады Местный там тоже политикан Избил девчину Таскал ее за волосы прямо по кафе, бил ногами И когда об этом написали журналисты Папочка, папочка разгневался и начал бороться с этой новостью Есть новости, с которыми борются Но когда борются с плохими для них новостями, это понятно Но вот что интересно Нет более новости, с которой бы так сильно боролись люди веками Как новость о Рождестве, о смерти и воскресении Христа С этой новостью, с которой пытались цари, начиная от Ирода Вы помните? Потому что новость серьезная Царь царей родился Царь, который настоящий царь И конечно это новость для Ирода была А вперед пошли слуги Уничтожить, убить всех младенцев Чтобы остановить эту дурную весть для него Рождество кажется дурной новостью Людям, которые живут в грехах И это правда Потому что пришел спаситель мира, но и судья Потому что тот, кто не принимает Божий подарок милости Спасения, грехов прощения в сыне Достоин осуждения И это новость, с которой боролись всегда Новость о Рождестве Смерти и воскресении Христа распинали Эту новость сжигали на кострах Эту новость ссылали в ГУЛАГ В сибирские лагеря Эту новость здесь в Вариуполе Заброгали в бетонную стену Те, кто говорил о Христе КГБшники в Вариуполе Заброгали в бетонную стену С этой новостью Барнови здесь закрывали рот Потому что свет Рождества Для человека выбравшего тьму невозможно терпеть Он режет глаза Он требует перемены сердца И эту новость надо остановить Но это не под силам человека Скрудж Ненавидит Рождество Выгубит тотчас на площадь И подшарил бы на костре села Дети, так вот Ты празднуй, как тебе угодно А я по-своему справлю Справите? Повек не справляли Что нам с этого Рождества? Много ли оно тебе дало Что толку с вашего Рождества Бестолковое дело Скрудж полон ненависти Итак С ним начинает происходить оригинальнейшая история Он возвращается домой И вдруг К нему являются Духи Рождества Приходит Дух Рождества прошлых лет Приходит Дух нынешнего Рождества А потом приходит некий страшный Дух Подводя его к определенным решениям Битва со Светом Рождества внутри нас Это не только про Скрудж Читая с детворой Мы прочитывали кусок Потом смотрели замечательный мультик Экранизацию последней рождественской истории Потом еще читали кусочки И ровно до этого момента смотрели мультик И таким образом Скрудж стал персонажем у нас в семье И когда после этого в течение дня Кто-нибудь начинал бурчать на другого Мы говорили Ты ведешь себя как Скрудж Тебе нужно что-то сделать с тьмой Которая поднимается внутри тебя Тебе нужно освободить свет Божий внутри И Скрудж хороший образ для нас Мы все можем либо поддавить в себе свет Рождества Сверху, любовь к Богу и к людям Либо высвободить Скрудж давил И вот к нему является Дух Рождества в прошлых лет Он ведет его Он ведет его В его юность Туда, где еще сердце Скруджа Не было сжато ненавистью Туда, где были еще светлые высокие помыслы Где он мечтал о любви и любви А потом Дух прошлых лет Рождества в прошлых лет Ведет его в юность Где потихонечку Его сердце начинает сковываться злом А потом он показывает ему Как тьма накрыла У этого Духа интереснейший внешний вид Вот как изобразил его Диккенс Он явился, он сам как свеча Как огонь Мощный огонь, который режет глаза Но у него странный колпак с собой Скруджу вдруг нестерпимо захотелось Чтобы Дух надел свой головной убор Почему вдруг возникло у него такое желание Скрудж, вероятно, и сам не мог бы объяснить Если бы это потребовалось Но так или иначе Он попросил призрак надеть колпак Как вскричал Дух Ты хочешь Своими нечистыми руками Погасить благой свет Который я излучаю Тебе мало того Что ты один из тех Чьи пагубные страсти Создали эту гасилку И вынудили меня год за годом Носить ее над видом на самые глаза Скрудж, как можно, почтительнее заверил Духа Что он не имел, не болеющего доверения его убедить И, насколько ему известно Никогда и не пригодил обстоятельства У него принуждать его к отношению колпака Дикенцы изобразил Нашу борьбу с Рождеством С Евангелием внутри нас В виде вот этого колпака Которого мы пытаемся надеть на свет Закрыть свет Надеть его сверху Закрытию Так или иначе Мы все в этой борьбе Были и отчасти есть Нашим неверием Выбором грехов наших Мы пытаемся остановить свет внутри себя Компактно Иногда нам кажется, что это удалось И что мы справились И что светом внутри нас Мы разобрались И погасили его Но это временная иллюзия Потому что Божий свет Не оставит нас в покое Пока мы живы И в наших интересах Открыть этому свету Своё сердце И перестать Пользоваться этим колпаком И сказать свети Сияй, Господь, во мне И через меня в нем Это в наших интересах Великая глупость Бороться с Рождеством Со светом Божьим Внутри себя Это Это Величайшее Безумие Которое может делать И делает человек Рождество оживляет человека И размыкает его От себя К Богу И к людям Грех был бы на мне Если бы я не поэксплуатировал Говоря о свете Рождества Фамилию Тёмный Эдик не обидится Потому что Он привык В нашей иронии Вокруг его фамилии Она замечательно Иллюстрирует Его прошлую жизнь На этой неделе Я был на 50-летие Эдуарда Мне было фотки с юбилея Мы достали фотку с Асфальта Знаете Он сидел рядышком Со своей супругой Гости, друзья Веселье, музыка Славик Валявский Пустился в пляс И исполнил танец Странный танец Кто-то его назвал Танец Мегведи Не буду добавлять Что-то дальше У меня совершенно жуткая Ассоциация Я просто даже подумал Он меня научил Плясать на танец Это что-то немыслимо Я хочу записаться В его школу Мы когда-нибудь С ним вместе Это сделаем И вы знаете Я сидел Любовался На Эдуарда На его красавицу Супругу рядом И Я не стал портить Всем праздник Но уже Когда я уехал Знаете Это я называю Это приступом счастья Приступом счастья Мне так было Я просто Слезы текут Я помню 12 лет назад Уголовника Серьезного бандита С 22-летним стажем Стажем наркомана Который пришел В ремцентр Покаялся И свет Рождества Начал разгораться В нем Я помню потом Как мы ездили В первые рейды В подвалы Вытаскивали Первых беспризорников С улицы И свет Разгорался В мурате моем Потом была Сложная история Ему пришлось Расплачиваться За свои прошлые Грехи В тюрьмах Но свет Рождества Пришел с ним В тюрьму И в той тюрьме Где он был Началась церковь И она начала расти И она стала Пожалуй Самой крупной церковью В зоне в Украине Я сидел у него На 15-летнем юбилее И мы все знали Что если бы Не Рождество Если бы Не свет Рождества Он давно Должен был Умереть А сегодня Он служит В тюрьмах Каждую неделю Во многих тюрьмах И сегодня На первом собрании Здесь Прямо с охраной Сидели ребята Из тюрем Которые Они просят Можно чтобы Мы Привозили людей А сегодня Начальники тюрем Там в одну колонию Куда они хотели Еще прийти Начальник колонии Не разрешил И другой Начальник колонии Звонит Говорит Ты что Да ты знаешь Что эти ребята Делают в тюрьмах Это так важно Открывай для них Двери Аллилуйя Открывай двери Пусть они идут И говорят людям Говорит Да у меня тут Вот уже приходят Верующие Ты не понял Темному Эдуарду Церкви добрых перемен Открывай двери И они приходят И служат И потом Каются ребята И меняют Все жизнь Я смотрел На этих ангелочков А потом читал Первая строчка У Диккенса Совершенно замечательная Звук поднимаем сразу Начнем с того Что Марли Был мертв Он мертв Безусловно Звук поднимаем Начнем с того Что Марли Был мертв Безусловно Мертв Я смотрел на Я в его 50-летие И думал Он был мертв Он был мертв Слышите Он был мертв Я был мертв Саша был мертв Мы все здесь Все мы здесь Без Христа Были мертвы Живя по грехам наши Без Бога Без веры Без покаяния Без возрождения Были бы выписать нам Дас Мертв Вне всяких сомнений Но пришло Рождество И дало ему новую жизнь И светом своим Оживило нас Это великолепная картина Рождество Топ новость В человеческой истории Если бы я Представил себя Главным редактором Некого Мирового Агентства Единственного Вся информация Мира стекается к нам Я главный редактор И мне бы говорили Давай Какая новость Самая главная Есть новость Недели Новость дня Я всегда Когда Собираю информацию Я просматриваю Новость дня Есть новость недели Очень круто Когда кто-то попал В новость недели Если в новость недели Вошло какое-то событие Это супер Если ты влип В новость месяца Это серьезно Новость года Ну вот о чем я думаю Если бы я был Главным редактором Мирового информационного Агентства За всю историю мира Передо мной прошло Все Все Рождение всех целей Все события Вся история Все 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 происшествия Все Что дойти На его события Передо мной И мне бы сказали Ну Выбери Самое главное Не думая Ни секунду Все давно Определено Я бы сказал От нынешних Януковичей Путиных Аббан До юрист Цезаря Македонских На ухо На взор Никого В десятку Нет Сотню Они бы не вошли Он Все что связано С ним Все что связано С его Жизни С его Служением И в истории Его Духа На земле Безусловно Это Самая Великая Новость О Божьем Уберении И в этот Мир И безусловно Глупость Не бороться Не могу Лишить себя Удовольствия Не показать Вам замечательный Фрагмент В экранизации Этой Рождественской Повести Фрагмент Когда Дух Рождества Пролел Струджа Через Его юность Показал Ему Его грехи Показал Ему Как он Как он Предан Бросил Показал Вот Кого он Превратился И Струдж Говорит Хватит Дух Рождества Преображается В лица Его Брошенных Преданных Им Людей И Струдж Говорит Хватит Я не могу Это терпеть И в конце Концов Хватает Этот Самый Колпак И Пытается Погасить Свет Рождества Он Прилагает К этому Немалые Усилия И ему Удается Какое Счастливое Лицо Свет Показал Он Хозяин Он Победил Свет Но В этой Сказки И В нашей Земной Были Есть Феерическое Продолжение Недолго Длится Его Победа Полюбуемся Этим Звук Вперед Призрог Унеси Меня Отсюда Я Сказал Это Лишь День Минувших Дней Былое Есть Былое Вдруг Нет Мои Ему Не Мучь меня Нет Сил Терпеть Оставь Меня Оставь Немедленно Довольно Меня Дерзать Тепün Немедленно Немедленно Нет под взрыв хохота моих сыновей и дочерей. Вот эта глупая попытка остановить Божий свет и полная фиаско, которая эта попытка закончилась, вызвала у меня аллегории вполне себе персональные. Послушайте, никому из нас не справится с Божьим светом внутри нас. Как бы мы его не давили, как бы мы не прессовали его, доколе мы живы, Бог не оставит нас и будет звать нас к себе. И в наших интересах не пользоваться этим колпаком, потому что, может, это плохо до нас заканчивается. В наших интересах прославлять его всю нашу жизнь. У этого персонажа после посещения духами Рождества пришел последний, третий, лютый, страшный. Он повел его к его собственной постели, где лежало его тело. Он повел его к его друзьям, которые обхохатываясь рассказывали о том, что этот старый скряга прожил никчемную жизнь и, наконец-то, помер. Он повел его к тем, кто разворовал его так тщательно собираемое на земле богатство. А потом он повел его к его могиле и, стирая надпись, показал ему его финиш и показал ему безд. Скруджу повезло, как видят и нам сегодня, потому что это было всего лишь ночное бедение, и он еще был жив. И он помолил о милости, и получил милость, и получил прощение. И в то рождественское утро он проснулся другим человеком. И началась новая жизнь. И его никто не узнавал, старика, брюзгул, полного ненависти к Рождеству. И Рождество стало любимым его праздником. И когда он шел по улице, перестали прятаться дети, а наоборот, выбегать ему навстречу. И те, кто, кого он обижал, получили от него любовь и милость. Послушайте, эта история не про Скруджа, а про любого из нас. Может быть, поэтому, прочитав эту книгу Англия, сказку, всего лишь сказку, в которой тень Рождества очнулась, люди стали жертвовать, люди стали служить, закатывать рукава, идти к беспризонникам на перекрестке Лондона, менять ситуацию в своей стране и заботиться о людях намного больше, чем раньше. Людей разомкнуло от жизни к себе, жизни к Богу и к людям. На Рождество это происходит по всему миру. Десятки, десятки, сотни тысяч людей обновляют свои отношения с Богом в рождественские дни. И это то, чего я хотел бы сегодня больше всего. Кто-то впервые склоняется перед ним. Рождество – это новость, ведущая добрые перемены. Это не просто новость, которая твой слух усладила, побаловала твой интеллект. Это новость, которая призвана проникнуть в твое сердце и развернуть твою жизнь. Вот что значит праздновать Рождество. Это разворачивать свое сердце к Богу, к его любви, к любви к Богу и к людям. Финальная села с новым строй другом, который свидетельствует тех, кто его боялся некогда. Поговаривают, что в нем зажегся Рождественский Дух. Так что, как сказал один ребенок, Господи храни всех людей! Переполох в Лондаре, который знал старого скруджа, и говорят, что в нем зажегся Рождественский Дух. Пусть он, переполох, случится в твоей и моей жизни. Пусть придет переполох сегодня в Мариуполь. Сегодня десятки людей на первом служении только в одной нашей Церкви. Еще десятки в других Церквях. Еще сотни, сотни, сотни в украинских Церквях. Тысячи в российских Церквях. Сказали, Боже, спасибо за Рождество. И я не буду бороться с Твоим светом. Владычество в моей жизни. Господство. И сегодня, завтра, послезавтра они придут на свои рабочие места. И они удивят своих окружающих. как скучь. Я помню свои первые встречи с моими друзьями после покаяния. И на вере оригинале, что случилось. Я рассказываю о том, что во мне зажелся его свет. И это удивляет. И перемена в твоей жизни очень разительно порой смотрится на окружающих. И мне хотелось бы сегодня, чтобы это продолжалось. Через несколько минут мы будем молиться. И это самые важные минуты сегодня в нашем служении. Через несколько минут мы попросим, чтобы его свет никогда не погас. мы попросим, чтобы искушение накидывать компак оставило нас. Но наоборот, чтобы мы открывались на его свет. Через несколько минут мы пойдем к престолу того, кто дал нам сына в молитве. Это главная новость в истории мира. Как бы с ней ни боролись, справиться с ней невозможно. Она главная новость. Она торжествует. Закончится история мира. И эти главные новости о рождении, жизни, смерти и воскресении Спасителя мира будут стоять центром из мировой истории. Они определяют твою жизнь на земле. Они определяют на земле ты скрудж, зацикленный на себе или тот, в ком родился дух Рождества. Эти три новости определяют твое отношение в вечность, твой выбор во вселенной. Я молился сегодня, вчера, чтобы ни один человек, который придет на служение, не оттолкнул Рождество от себя. чтобы ни один не сказал это мне не нужно. Я молюсь, чтобы ни один скрудж не ушел из церкви, чтобы все сказали спасибо за то, что ты отдал сына. я очень прошу вас, вы сейчас очень тихо встали. Субтитры создавал DimaTorzok